здравствуйте друзья утречка среда и вот о чем я хотел поговорить сегодня было время я много слушал читал всяких мотивационных спикеров таких проповедников современных и вот там есть такая мулька знаете что надо идти до конца нельзя бросать то что ты начинаешь делать и если ты хочешь успеха то надо идти до конца и есть даже такая фраза вот почти дословно и может быть совсем дословно звучит так что единственный способ не добиться результата это бросить то есть до тех пор пока ты не бросил ты на пути к результату а если ты бросил вот тогда все то есть я еще надо думаю ну хорошо а если он не бросил например и он как бы на пути но вот там три месяца прошло шесть месяцев прошло год прошел три прошло пять прошло а он все на пути и вроде бы он не быть не проиграл да он не проиграл он продолжает но вообще-то тут еще конечно зависит от того какую задачу он решает если допустим он решает задачу получить высшее образование вот мы свое время решали эту задачу да вот в советском союзе сейчас тоже люди учатся в университетах вот там вот мы учились пять лет в университете значит ты берешься за что-то и это требует там пяти лет для завершения ура у разных людей бывали разные обстоятельства и тогда тоже допустим там женщина там девушка молодая там ребенка родила берет академку уходит на год в академку у нас был паренек в группе где я учился он что-то не очень хорошо учился его отчислили и он в армии отслужил два года из армии вернулся восстановился и доучился и так далее то есть если ты идешь до конца если ты говоришь я этого хочу ну да значит где-то на год человек отвлекся где-то он там пару лет в армии послужил вернулся и так далее но он доходит если он не бросил да если он не бросил и вот мы сейчас поговорим про вот это вот бросить потому что на самом деле вовремя бросить вовремя отказаться от завиральной идеи это тоже очень важно в жизни уметь потому что можно всю жизнь профукать на завиральное вместо того чтобы заниматься существенным для тебя тем тем где ты реально самореализуешься и чего-то можешь добиться и должен добиться и тогда мы же таких людей тоже знаем мы знаем не только тех кто ничего до конца не доводит но мы знаем таких которые упираются не неизвестно во что и всю жизнь на это кладут и дальше выясняется они совершенно этого и не хотели знаете есть такой анекдот как папа значит ну ну пусть будет еврейский папа говорит значит сыну сынок вот тебе уже там 30 лет у тебя ни жены ни детей ничего представь себе вот вырастешь составишься у тебя никого нет ты будешь умирать тебе никому будет стакан воды подать и он проникся знаете словами отца проникся вот нашел девушку хорошую женился было у него много детей вот он составился уже на смертном так сказать одре лежит и думает ё-моё думает а ведь пить ты не хочется эти но если все это делалось только ради того чтобы было кому стакан воды подать вот но так утрированно так вот получается что где-то есть вот где-то есть какая-то разумная здоровая середина и никто вам со стороны не скажет но даже если скажет допустим то это его личное мнение совершенно обязаны с вашим совпадать где остановиться за что вообще браться или не браться и я на самом деле с этим сталкиваюсь очень плотно но не могу сказать что ежедневно но частенько потому что у нас есть студенты а люди же он к нам не приходит там это же не курсы кройки и шитья или там допустим там в пинг-понг там учиться играть это серьезные жизненные задачи решаются то есть если это решилось успешно но если не успешно то ты остался там где это и был то есть я не знаю насколько это трагично и насколько плохим было место где ты был во всяком случае тебе не стало хуже ты 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 там где ты есть значит ты потратил там денег конечно там на на два месяца аренды квартирки плохой кай вот это тебе это действительно потеря сказать вот и все но если ты прорвался то ты прорвался куда-то в каких космические высоты поэтому люди хотят космических высот люди хотят прорваться они хотят прорваться туда где ты можешь иметь ну не только там машину какую тебе хочется не только ты можешь там недвижимость купить не только у тебя есть профессия которая где угодно по миру конвертируется там и так далее и по стране и позволяет тебя перейти на на качестве новый уровень жизни но дело же не в этом дело еще в том что ты социально переходишь какую-то другую категорию может быть именно в ту категорию в которой ты раньше принадлежал в своей стране а здесь ты опустился на ступеньку на 2 ниже ты возвращаешься туда где ты чувствуешь что должен быть значит это серьезнейшие жизненные проблемы решаются во всяком случае для многих и дальше кто-то лучше учиться кто-то хуже так ну усваивает материал кто-то по жизни шустрый кто-то по жизни не шустрый экстравертированный интровертированный у кого-то язык лучше английский у кого-то хуже а кто-то по телефону говорит с рекрутером которого там индийский акцент а это 95 процентов или так скажем тяжелый индийский акцент и ни слова не понимает ну через слово понимает найти а кто-то наоборот как рыба в воде а кто-то врет и не краснеет там я говорю ты знаешь он конечно знаю готов хорошо посылаю твое резюме она там и не нужно было пойти а другой нет вы знаете я там мог бы подучить конечно ему бах его готов спасибо и не шлют его резюме соответственно никто его не зовет и вместо там скажем 5 интервью в месяц у него допустим одно там два разные люди и ты можешь ему объяснять я я только этим и занимаюсь что объясняют давайте я например постоянно борюсь с вот этой бредятиной что всем нужна автоматизация вот и всем нужно автоматизированные тестеры я как как это на 30 долларов в час на 25 на 28 на 30 до 32 нет автоматизации автоматизация начинается 40 с 5 из 50 кто кто может тебе сказать а ты знаешь автоматизацию если ты просишь 30 долларов в час тебя конечно спрашивают там полно людей которые не понимают о чем речь но ты должен понимать о чем речь но и я вот постоянно они спрашивают я гону а ты говоришь чтобы знаешь пусть они пришли друзей менеджеру менеджер который платит 30 долларов понимает что он ждет человека который не знает этого дела менеджер знает и рекрутер не понимает он вообще не короче вот мы объясняем но но человеку трудно отказаться от того кто он есть и скажем так кем он был вы я не не то что вот считаю это выходом из зоны комфорта это не совсем так делать дело не в зоне комфорта дело в том что вот какой-то целый комплекс такой вот вот мы в это верим или скажем нам это понятно а то непонятно тебе говорят а вот делай вот это одежда мне непонятно где не надо понимать просто делай хотя я так не могу однику им говорят делать он делает другой а почему и вот с этим почему он не делает и дальше вот потому он говорит да а вот мне там сказали а вот тут начать этим и вот человек а мы все разные и вот человек который не шустрый а такой знаете как большинство из нас в общем то этот человек как большинство из нас он идет на рынок и он нарушает все те правила или частично нарушает те правила которые ему выдаются как как бы вот такие рамки в которых человек успешно функционирует это кроме тех правил да плюс еще он сам дал мало то что он нарушает а он еще сам вот как бы с какими-то ограничениями проблемами мнительный там еще что-то и вот он месяц ищет работу он думает ну то есть я бы может быть сказал что он дурака валяет отклонение от от правил выводит его из поиска работы он фактически вместо того чтобы там получить нельзя сто процентов того что можно получить он получит там пять процентов того что можно получить то есть можно сказать что и не ищет рабы только только чудо может его там как-то и вот чудеса бывают но знаете обычно с другими людьми происходит чудеса в хорошем смысле с нами происходит чудеса обычно только в плохом блин ну как такое могло случиться но да и вот проходит месяц проходит 2 проходит три и человек видит что у него не получается поначалу он как-то еще рыпается он пытается что-то изменить как правило он пытается изменить не в сторону того как ему допустим там сказали или как его ведут или там кого надо было бы слушать допустим а бывает что и никого нет кого слушать так сам человек оперирует как правило он изменяет свое поведение не не к лучшему а к худшему то есть он никогда не скажет себе крайне редко скажет себе что-то я делаю не так мне кто-то вот кто-то мне сделал не так и я начинаю начинает скажем править резюме которые ему сделали я позавчера что ли вчера позавчера разговариваю с человеком он ищет работу не в кремниевой долине а где-то там в разных регионах в нескольких регионах но не здесь не локально точнее локально у него резюме висит но его найти нельзя вот мы с ним сели раз вот я три резюма вижу там по разным местам не буду называть а вот тут локального тоже есть нету вот нету не нашли то есть как-то он такого вывесил что не нашли мы ладно потом значит он говорит звонят много я бы как часто до звонки у него опыт нет проблем что уже большое дело дальше я бы как часто тебе говорят посылают в резюме в такую-то компанию он говорит ну раза три в день слушайте 15 резюме идет к менеджеру неделю это очень прилично значит он говорит но интервью вот там ну сколько там недели две-две три богат интервью был 4 но обычно это в skype раз он там далеко ищет был там 4 я бы так но и горжки и что он будет но чтобы это не сразу спрашивают вот там там джаву там веб-драйвер там еще что-то я говорю а сколько денег просишь денег он ведь 40 45 долларов в час первая работа ни одного дня не работал ну на практике был я его это как они говорят нормально будет нормально бы там а что если не 45 а 43 как я могу быть нормально до 43 нормально я буду ты не ты и не можешь я как а кто тебе сказал про 45 ну а чего там чуть-чуть он подумал вот так знаете он подумал и масенька такая штучка но что происходит вот ты месяц бьешься вот ты два бьешься вот ты три бьешься ты не думаешь что это ты чего-то сделал хорошо он пришел мы посмотрели появился шанс что там изменится а вот не было к кому прийти или не пришел таких тоже сколько хочешь есть вот казалось бы надо прийти а он не пришел а ему неудобно пойти а вот ему как-то вот не знаю не пришел по технологии положено мы говорим неделю какие-то правы неделю не идет при х пришли посмотрели поправили идем дальше опять неделю не идет пришли поправили идем дальше но не пришел и люди потихонечку начинают сникать я опять я на примере студентов но я говорю гораздо более широком спектре задач которые мы решаем в нашей жизни и под каждую задачу у нас есть какое-то время которое мы мысленно вряд ли мы это пишем на бумажке вот выделяю там три месяца нет но как то вот потихонечку она складывается мы думаем ну вот вроде ребята там сможешь через месяц там вокруг тебя там ну сможешь там не за треть четверть работает пошло там три месяца смотри же почти все работают двора что со мной не так а уже три месяца уже все работают а а прошло пять месяцев а уже никто и не ищет печи и вот и чем бросает он бросает и безусловно меняются обстоятельства может вернуться там через год к этой идее через два на этой неделе паренек мне написал скайпе он учился в онлайне по моему чуть ли не в четырнадцатом году или в пятнадцатом или в четырнадцатом где-то пятнадцать играть вот вы знаете там что-то были обстоятельства в общем все нормально было а тут что-то я подумал надо бы уже пора работу искать три года прошло вот и пошел нашел работу спасибо как так я очень доволен три года прошло это матч сна но он не бросил он просто никогда не начинал это совсем другое он откладывал некоторые никогда не начинали со словами это не моё некоторые люди говорят неплохо но сейчас мне зачем в этим но в принципе чем дольше ты откладываешь тем меньше шансов что ты вернешься потому что какие-то новые возможности ты сам меняешься ты забываешь то что ты учил она устаревает даже ты может быть и не забывала поддерживал себя там не за видео смотрел но устаревает уже не актуально уже вот поэтому возвращаясь как бы к исходной мысли моей к посылу исходному я хочу сказать что когда мы планируем какие-то перемены в жизни мы с одной стороны с одной стороны хотели бы сознательно неплохо если бы мы так сделали сознательно сформулировать какой-то временной интервал который мы выделяем на то чтобы сказать ну не вышло значит меняем стратегию идем дальше вот даже вот например у нас на канале многие решают задачу иммиграции да и они говорят себе вот я там жду лотереи вот жду мая месяца 15 мая будет розыгрыш лотереи вот многие ждут 15 мая если я не выиграю что скорее всего так и будет учитывая что статистически это просто никакие шансы вот вот если я не выиграю тогда я буду рассматривать другой вариант например если который год если они выиграют то у меня других вариантов нет поэтому для меня лотерея единственный способ это правда есть люди которые действительно так так правда но многие из нас могли бы и по-другому как то еще попробовать надо вот я жду вот эту есть люди которые пытаются иммигрировать там я не знаю много лет но но не так пассивно те кто активно что-то делает не могут ждать 5 лет или 10 те кто активно вовлечен во что-то они говорят свину вот вот настолько меня хватит она она дальше нет значит дальше я свою активность переложу в какое-то другое русло где я вижу отдачу какой нельзя без отдачи долго один может без отдачи две недели другой может там шесть месяцев третий может год конечно тот который может год у него больше шансов то за год чего-то добьется упертые вообще упертые добиваются я иногда вижу людей потом знать как бы так коллегиально но делимся иногда думаешь но это все но то есть причем знать не сразу заметно вот приходит человек вроде энергии много глаза горят там думаешь ну сейчас как понесемся а потом смотришь тут тут проблемка там проблемка здесь проблемка а еще бывает такая проблемка знаете не врубается вот человек говорит причем он он-то не знает что не врубается он говорит активно на какую-то тему и ты вдруг понимаешь что вот каждая фраза решена смысла то есть какие-то термины там так они летят как из пулемета а смыслу нет ты пытаешься объяснить там ну как-то она мимо и вот короче есть ситуации такие и мы думаем ну все ну кранты ну то есть просто кранты есть люди которые не могут по алгоритму вот и говоришь ему делай раз делай два делай три он не делает ни раз не два и не три или делает сначала три потом два а потом вообще про один забыл и так далее то есть видео вам рассказываю а то а то вы таких не видим и и думаешь ну все но вот но ее моё ну что ж теперь а проходит там но он цепкий потом за три месяца да не получилось там за а за шесть получилось а у кого-то за 8 но получилось но он прет ну как бы создает новые вот эти возможности там где друг у другого их нет потому что он бросил а этот продолжает и он прет и обороты набирают и продолжает на классы ходить там вечерами и тогда это и вот он бах и выскочил проходит год ну два и вдруг он возникает и у него magic тут висит на брючках и он уже такой это все пришел там практикантов набирать и уже слышишь а речь связано а говорит по делу каждое слово в точку поэтому упертые безусловно добиваются с большим шансом на общий успех не в течение вот времени вот этого а скажем если у них есть больше времени для выполнения вот этих действий то соответственно шансы повышаются ну то есть допустим если он себя отвел шесть месяцев и у него за шесть месяцев вероятность того что получится допустим я не знаю 35 процентов а за 8 скажем 60 процентов а за год 85 процентов и вот дальше начинается если он дольше так сказать находился в активном этом состоянии то вот он и добивается и с одной стороны вот это отведенное время это как бы неплохо было бы задаться вот этим второе для повышения результативности общей результативности не на отведенном промежутке время а общей результативности очень важно игнорировать что происходит с другими людьми потому что каждый из нас абсолютно сам по себе в этом деле если кто-то это сделал за две недели а кто-то за месяц а кто-то за 3 это не значит что вы сделаете за две недели за месяц или за 3 я помню одного паренька он приехал в америку примерно вот как мы на пару лет раньше нас то есть мы в девяностом он восемьдесят восьмом был другой наш товарищ общий мы учились вместе который приехал за 10 лет до этого в конце 70 и он уже был такой знаете состоявшийся там но этот его спрашивает а тот такой знаете был предприниматель такой махином и из махинаторов таких советских как-то так вырос туда такой полукриминальную такую коммерческую активность и он приезжает у него деньги с собой были обменял на доллар это он такой был состоятельный по советским понятиям и спрашивает ты горит вот там сколько тебя ушло там пока ты дом купил а там два инженера в семье и они очень быстро там через пару месяцев оба устроились на инженерную работу у них было две инженерные зарплаты и он говорит ты год через какое время дом купил тот говорит где-то через год а этот как казалось бы мог бы инженером то есть он учился когда-то но но никогда не работал и а тот говорит ну значит я должен через три месяца купить давайте а в итоге ему пришлось уехать отсюда здесь пару лет в общем-то довольно неважно себя чувствовал потом они ехали в другой штат окончилось тем что они вообще в москву вернулись там и живут так что не надо других смотреть смотрите на себя ни с кем не смесь не сравниваетесь и скажите себе я вот себе намечаю вот такой срок вы можете потом пересмотреть этот срок если вы видите что идет если вы видите что но вот но вот но вот где-то на подходе это один разговор можете накинуть если вы видите что мертвая зона какая-то но мертвая может быть вы и раньше соскочить и вот поэтому наметить срок одно а допустим расширить или доперс сузить это другое это тоже реально и разумно значит смотреть только на себя и ни с кем не сравниваются сравниваться с собой я сегодня лучше чем вчера вот я был сегодня на интервью я меня не взяли но я был лучше я ответил на больше вопросов я был увереннее и я больше контролировал разговоры там я руки уже не потели вот это вот вы с собой сравниваетесь вы с собой растите вот и все ничего больше не на третье конечно способность человека достигать результатов высоких определяется в значительной степени зачастую определяется его способностью подключать других людей там где собственной экспертизы не хватает поэтому скажем стартап это не один человек эта команда правда нужны и по бизнесу людей по маркетингу и по продажам и технические нужны такие сяки поэтому команда нужна которая может дойти до конца нужно подключать экспертизу поэтому я считаю что вот мы выполняем роль вот этой экспертизы то есть к нам люди приходят потому что у них есть там часть пазла да вот это вот а часть нету поэтому они приходят к нам за недостающей частью этого пазла и мы ну бывает что у нас нету там сразу всего что надо потому что надо надо прийти с достаточным количеством чтобы там у нас нашлось чтобы чем все это дело добить до укомплектовать до критической массы прорыва бывает что у человека нет нет на входе достаточно это тоже бывает бывает что у нас нет достаточно этот зависит но в общем то когда мы опираемся на какую-то такую поддержку наши шансы увеличиваются они не становятся стопроцентными но они увеличиваются вот вот собственно и все и так вот мы потихонечку приходим к успеху кто быстрее кто медленнее это неважно но если мы как бы знаем что нам это очень очень важно в жизни соответственно мы можем выделить больше промежуток времени на достижение результата мы можем больше сил потратить больше ресурсов вложить и так далее так далее так далее так что приехал я на работу друзья и пошел заниматься успехами всякими вот чего и вам желаю счастливо и и и и